Всем доброго времени, с вами Переход в ТАК, я Елена Ревнова, за кадром Марина Тушевская. Дорогие друзья, давайте разберёмся, знаете, можно научные труды читать, разбираться с подсознанием, да, и ничего не понять. Ну, давайте посмотрим с другой стороны на это дело, не будем лезть в какие-то научные научства. Всем известно, у нас есть мысль, да, согласны все с этим, согласны, согласны. Друзья мои, но как-то люди забыли о помыслах, помысел каков, да, то есть если помысел ваш обезопасить себя, да, или получить что-то в любом варианте, то, как правило, ваша мысль начинает выстраиваться относительно этого помысла по-разному. Чаще всего бывает, если человек долго жил в претензиях, в обидах, в боли, в каких-то разочарованиях, да, конечно, и любовь была, но меньшая часть. Если человек очень много смотрит новости, где про сконцентрировано показывают все события, происходящие в мире, ну, если туда посмотреть, как-то про праздники маловато. В основном про напряжение какие-то, про какие-то решения, непонятности. Одна сторона, одно говорит, другая сторона, другое говорит. И те, кто смотрит часто новости, обычно подсознание все это уходит, да, здесь-то рядом с вами нет, и создается вот этот помысел. И чтобы изменить и убрать из помыслов вот эти страхи, напряжения, да, мы пойдем, как обычно, простым путем. Кто-то очень мудрый на планете сказал, вначале было слово. И кто-то даже закончил, и это слово, да, была любовь. Так вот, дорогие мои друзья, чтобы очистить мысли от негатива, от обид, претензий и боли, очень просто все. Надо всему, везде, всегда повторять слова. Люблю, благодарю. Людям, природе, дню, помещению, стулу, столу. И таким образом потихонечку изменится ваша мысль. Ваша мысль начнет вместо того, чтобы сжиматься и искать какое-то решение, как обезопасить себя, да, то ли бункер строить, то ли корабль космический. Ваше подсознание будет очищаться, и у вас проявится доверие к миру. Поэтому по поводу трех вещей, которые могут именно воздействовать на ваше подсознание, это благодарение, любовь. Знаете, некоторым трудновато это делать. Я бы назвала такое, комплименты. Если вы не умеете пока еще искренне любить, и вы выстраиваете только оценочную систему, да, вы слово-то люблю произносите, и слово благодарю произносите. Но ключевым будет комплимент. На нем вы научитесь говорить слова добра, благодарения и любви. И если вы начнете со своих родных и близких, прямо начиная с утра, сразу, да, не просто доброе утро, а тот, кто вам встретится, скажите ему, я тебя очень люблю, да, или ой, как я рада с утра, да, тебя видеть, твою улыбку или твою чашку кофе, вы придете куда-то, где работаете, или зайдете в магазин, там тоже. Человеку скажите, добрый день, благодарю тебя, добрый человек. И вы увидите, как начнет улучшаться все ваше пространство. Это реально так, это уже проверено много раз, поэтому будьте благоразумны. Говорите добрые слова, комплименты, благодарности и слова любви. И ваша жизнь, ваше пространство наполнится реально радостью. Уйдут страхи одиночества, страхи разные-разные, их много. И даже страх про мышку тоже уйдет. Так что, вот так. Продолжение следует...